Space Force Rock Universe – новый космический симулятор от немецких разработчиков. Выбранный ими жанр довольно консервативен, а потому трудно сказать, сумеет ли нас чем-то удивить или порадовать игра. Ее создатели, конечно же, обещают увлекательный сюжет и бесконечную свободу действий. Однако обычно за подобными рекламными фразами скрывается чахлая история и пустая, хоть и громадная игровая вселенная, в которой попросту нечем заняться. Но не будем скептиками. Хочется верить, что Space Force действительно окажется достойным проектом. Действие игры, как водится, разворачивается в глубоком будущем. Человек покорил космос, познакомился с инопланетянами, но мудрее не стал, а потому продолжил активно заниматься самоистреблением. Семья Андерсонов, вокруг которой крутятся события Space Force, во время очередной глобальной войны оказалась по разные стороны баррикад. Отец и сын боролись на одной стороне, мать и дочь отдали предпочтение другой. Потом война закончилась, а в Солнечную систему вторглись злобные инопланетяне, Джима Андерсона обвинили в измене. Стоп. Пожалуй, хватит о сюжете, тем более, что пока он кажется банальным до зевоты. Скажем только, что Джим Андерсон вместе с верной командой погрузился в звездолеты и отправился искать приключения. Перед ним открыта вся вселенная, насчитывающая порядка 50 планетарных систем. Прохождение игры не линейное, а значит, можно заниматься чем только душе угодно. Воевать, торговать, пиратствовать и налаживать дипломатические связи. В Space Force будет больше 2000 миссий. Это звучит внушительно, но заставляет усомниться в оригинальности. Возможно, все ограничится традиционными заданиями, типа сопроводи торговый караван, уничтожь вражеский звездолет, атакуй базу противника. А вот к графике проекта, судя по всему, претензий не будет. Космос красив, пояса астероидов просто восхитительны, модельки звездолетов радуют глаз симпатичным дизайном, а схватки — россыпями современных спецэффектов. Надеемся, разработчики сумеют сделать Space Force достаточно интересной, и тогда этот космический симулятор придется по вкусу не только хардкорным поклонникам жанра. Кстати, уже осенью игра должна оказаться на прилавках магазинов.